Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Соня Бубар. И сегодня я снимаю для вас новое видео, в котором я покажу подарки на Новый год, которые мне сделали. И каждый подарок, абсолютно каждый, который я сегодня покажу, он мне будет очень приятный. Я люблю подарки, и мне без разницы, что мне дарить. Всё. Важные факты обо мне сказали. Мне будет приятно всё. Поэтому давайте начнём. Первый подарок, он уже находится на мне. Как вы думаете, что же это может быть? Сейчас мы с вами попали в игру «Кто хочет стать миллионером?» Что же это может быть? Ваши догадки. Ладно. В общем, это серёжки. И они моего любимого цвета. Зелёного. Такого тёмно-изумрудно-зелёного. И я люблю все отсылки к зелёному цвету, поэтому очень я довольна таким вот подарочком. Красота. Ну, конечно же, сразу же всё новое надо надеть, чтобы всё это попробовать. И поносить. Ну, мне нравится. Красиво. Вот. И они лёгкие, что самое главное, да. И уши не устают от них. Потому что у меня есть серёжки, которые достаточно объёмные. Ну, вот сам камень, да, допустим. Да и не только камень. Там может быть и деревяшка какая-нибудь. Но они очень тяжёлые. И уши знатно устают. Вот эти. Эти вообще прекрасны. Следующее. Давайте что вам покажу. И это остатки от подарка. Потому что мне прислали большую, огромную коробку подарка от моего блогерского агентства. И вообще, есть такая мини-история про этот подарок, как мне его довозили. Курьер не мог до меня дозвониться, потому что у меня стоит блокировка неизвестных номеров. И вот он мне звонил на протяжении недели. Потом я решила, ну ладно, перезвоню. Так и быть, перезвоню. Мне говорят, вот у вас подарок, надо забрать. Я говорю, а что за подарок? От кого? Мне говорят, неизвестно. Просто написано подарок. И вот потом я сидела, гадала, от кого же это может быть подарок. В итоге приносит это блогерское моё агентство. А я даже не могла подумать об этом, поэтому было приятно. Шалфей. Надеюсь, я правильно сказала. Каждый раз я забываю, потому что пока в этих штучках всех особо не разбираюсь. Но подарок был тематический, такой, знаете, в магической сфере. И вот подарили ещё вот такую вот благовонькую палочку, которую поджигать. Я её тут уже поджигала. И также шалфей. Давайте с вами дальше. А дальше я хотела бы показать украшения, потому что у меня их много. Вот, подарили мне. И мне очень приятно. Как будто у меня день рождения. У меня столько подарков, мне на день рождения не дарили, сколько на Новый год. Ну, новогодняя сказка. В общем, вот такое вот украшение, такое колечко. И его мне подарила мама. И тут, в общем, в чём подвох? Тут нарисованы значочки, как из зачарованных. Вот этот вот их основной знак. Я думаю, мама вообще не закладывала такой смысл, потому что она даже не знает, что я смотрела сериал вот этот вот, зачарованный. Мне он очень нравится. Всё равно такой, знаете, сериал детства. И да и сейчас я бы ещё раз пересмотрела. Ну и вот. И тут нарисованы вот эти вот как раз-таки символ. И для меня это достаточно, ну, необычно, что мама случайно вот как-то таким вот образом попала именно туда, куда надо. Вот. Мне нравится то, что оно объёмненькое, большое. И, ну, хорошо сидит на пальце, знаете. Есть такие, которые и не туда, и не сюда. Непонятно как-то. Это сидит как влитое вообще. И давайте сразу следующее кольцо покажу, потому что, ну, сразу отстреляемся с украшениями и пойдём к следующим. В общем, это вот такое вот украшение. Зелёное. Маленькое. И я его, знаете, решила как сделать. Что оно будет у меня как такой... Ну, не то, что талисман, а можно даже сказать, наверное, талисман. Чтобы я его носила на постоянной основе. И он меня оберегал. Ну, так заложила туда смысл. Потому что давно хотела какие-то такие, знаете, украшения, которые были бы мне очень-очень близки. А тут мне вот это тоже мама мне подарила. И как-то думаю, ну, можно начать с него. Потому что оно маленькое, удобненькое. Его не ощущается. Я уже привыкла настолько сильно к этому кольцу, что без кольца я себя ощущаю какой-то не такой. Какой-то голый. Уже как будто бы что-то во мне потерялось. Вот. Поэтому очень классное кольцо. Я довольна. Следующий. Давайте покажу подарок. Это, получается, у нас был тайный Санта в колледже. Вот. И нам надо было подарить каждому подарки. Вот мы там распределились. И вот мне подарили в таком вот пакетике, где написано Сонечке. Кэ. Это я. Вот. А что же в пакете? А внутри два бокала. И они, кстати, такие, знаете... Ой, богемские. Ну, вообще. Ну, красота. Кристаллити богема. Ну, вот все про меня. Ладно. Ну, в общем, мне они понравились. Потому что они, знаете, не такие заезженные, которые... Ну, обычные бокалы. Они... Сейчас мы их достанем. А они такие. Ну, прям такие. Не обычненькие. Сидеть. Чтобы вот этот кристалл богема, да, надо оправдать. Налить сюда. Ой, я бы сюда вообще глинтвейна налила, но нельзя. Ну, если только подостывшую глинтвейн налить. И вот так вот сидеть. Ну, классно. Мне понравилось. Хороший, знаете, бытовой подарок, который нужен всегда, я считаю. Поэтому спасибо большое. Давайте покажу, что мне подарил брат. И мне очень приятно было, что... Ну, все равно, знаете, когда ты своего младшего брата там когда-то давно носила на руках вот такого вот маленького младенца. И он тебе вот уже вырастает и дарит подарки. И не просто абы что, а вот прямо, ну, то, что тебе надо. То, что он прислушивался каким-то моим... Ну, не намеком, а просто когда при разговоре, да, прислушивался, запоминал и потом вот подарил. В общем, первый это крабик для волос. У меня вот как раз мы... Ну, не то, что с ним сидели и говорили, блин, у меня крабика для волос нет. Но это было просто как-то в контексте чего-то. И вот он запомнил и подарил мне крабик для волос. Такой вот коричневого цвета, моего любимого. Хороший, кстати, крабик. Такой, знаете, ну, плотненький, а не вот эти вот хиленькие. И еще он мне подарил протеиновые батончики. А я... Для меня, вот знаете, если вы не знаете, что дарить, дарите протеиновые батончики, вообще не прогадайте. Вот. И он мне подарил два протеиновых батончика, вкуса которых, ну, я не пробовала. И вот он мне это подарил. И я попробовала. И вообще, ну, прям все в точку. Вот это так приятно, когда, знаете, не надо каких-то огромных подарков дарить. Надо просто прислушиваться к людям. И вот, когда тебе дарят то, что ты когда-то что-то там произносила, что-то говорила, приятно больше внимания, а не цена подарка. Вот. Поэтому очень мне приятно было, что брат вот такой вот. Растет, кавалер. Следующий подарок, это такая вот свеча. Лемонграсс. Сейчас вы бы знали, какой сейчас аромат стоит в моей комнате. Вот сзади меня горит свеча. Это получается синабон. Вот. Тоже, тоже как бы они вместе шли в подарочки. И мне понравился и этот запах, и вот этот запах. Очень хорошо пахнут. Не знаю, мне тут подруга недавно сказала, что ароматические свечи достаточно вредны для здоровья, что испаряется вот этот вот аромозапах, и мы этим дышим. Я не знаю, насколько это правда-неправда. Возможно, так. Но красиво светится. Так что мы простим её за её плохие какие-то характеристики. Да. Ладно, давайте следующему подарку. И следующий подарок. Пусть она сама скажет. Алиса, скажи привет. Э, Алиса. Алиса, скажи привет. И вам привет. Да. Мы, в общем, подарили семейный такой подарок у нас. Алиса-станция. Станция Алиса. Да, у меня с порядком слов как-то не дружу я, походу, сегодня. Но, в общем, вот такая вот нанотехнология у нас появилась в нашем доме. Ну, давайте уж покажу уж. Вот такая вот. Надо песню включить. Я думаю, Алиса, включи песни. Не знаю, какие. Включаю. Ой. Не тот у меня возраст. Я уже устала. Give me, give me more. Ой. И размазала я все. Ну, вообще, блин, потанцевали. Сейчас вернусь. Так, следующий подарок. Я вам забыла показать украшение. А то я сказала, давайте отстреляемся с украшениями. И забыла показать вам еще одно украшение. Это браслет у нас уже идет. И не просто браслет, а тоже со смыслом. Сейчас мы его достанем. Изделие из натуральных камней. Написано Safari. Что же это у нас за камень? Это камень Агата. Из натурального камня Агата. Вот. Мне сказали, что это мой камень. Я весы. И вот это как бы мой камень, который я буду носить. Он еще такой холодненький. А еще я помню нам, наверное, я не помню кто. Но вроде бы преподаватель в колледже. Как-то у нас зашла тема насчет всеразличных камней, которые подходят тебе и не подходят. И вот она нам сказала, что если вы надеваете украшение из камня, и к концу дня оно становится, ну, горячим, нагревается от вашего тела, то это достаточно плохо, так как оно забирает вашу энергию. Вот. Поэтому если камень, ну, остается при обычной нормальной температуре, допустим, комнатной, то замечательно. Это ваше украшение. Ну, в общем, вот такие вот факты я узнала. Не знаю, насколько правда-неправда. Но вот это вот я еще не носила, поэтому пока что я не знаю, не смогу сказать вам, мой камень это или нет. Но по цвету я точно могу сказать, что это точно мой камень. Потому что я люблю коричневый, зеленый. И тут как бы один из этих цветов есть. Поэтому мне нравится. Ну, это, наверное, самый лучший подарок в моей жизни. В общем, да. Супер-пупер-мега-бой. Ой, подождите, я взяла... Это брату подарили шапку. Мне подарили другую шапку. Ну, примерно такую же, только там написано супер-мега-герл. Ну, в общем, я сейчас уже не пойду ее искать, потому что фиг найду. Но, в общем, такую вот шапку... Две шапочки одинаковые нам подарили, чтобы ходить в баню на регулярной основе. Вот. И вот так вот, чтобы все тебе прикрывало, все твои уши. Ну, я, кстати, раньше никогда не понимала прикола в шапках. Нафиг их вообще надевать, когда ты заходишь в баню. Но со временем я поняла, что это реально работает. Что уши твои не сворачиваются в трубочку от больших температур. И ты себя прекрасно чувствуешь. Да. В общем, поэтому шапки реально помогают. Следующая это одежда. И... Ну, конечно же, моего любимого цвета. Это такая кофта базовая. И я очень рада, что у меня сейчас есть такая вот кофточка базового фасона. Обычная водолазка. Но цвет. Цвет у нее такой прям это... Глубокий. У меня таких нет водолазок. У меня есть из... Вот вообще, если посмотреть мой гардероб, у меня из базовых вещей. Вот я только относительно недавно себе купила футболки базовых. Базовых фасонов и базовых цветов. Вот. Поэтому кофточек таких вот у меня нет. Давайте с вами следующий подарок. И он у меня еще упакован. Запакован. Полотенце мне подарили. Такое вот. Это, кстати, подарил папа. Всем в нашей семье. То есть, это Владимир. Почему я делаю так? Не знаю. Владимир, Светлана, Андрей, Софья. Теперь у нас у всех есть вот такие вот полотенца. И у каждого свое имя. Как вы думаете, мы будем пользоваться своими полотенцами? Я думаю, что это вот нас хватит на неделю. Потом всем будет пофиг, что там написано. И будут все пользоваться разными полотенцами. Ну, ну, вот так вот, так вот всегда это и происходит. Но пока что сейчас оно еще мое. Им никто не пользовался, кроме меня. Да и я тоже не пользовалась. Вот. Очень удобно будет брать с собой в этот, в тренажерный зал. Вот. Потому что оно само по себе такое маленькое, необъемное. Но при этом закрыться можно. Вот. Так что хорошее полотенце. Приятное, кстати, такое. Хорошенькое. Давайте с вами к следующему подарку. Я уже запуталась, что я вам еще не показала. Я вспомнила, что не показала. Сейчас вернусь. Сейчас я вам покажу две кружки, которые мне подарили. Первая это вот такая вот кружка. Ручной работы. И тут снизу подписан автор. Вот он. И мне она очень нравится. Я ее уже использую в своем быту. Ну, вот с Нового года. Даже в Новый год пила из нее чай. Вот. Чуть не разбили, конечно же. Но, да. Я, кстати, влог еще снимала. Поэтому все во влоге покажу. Но кружка мне очень понравилась. Она вот этих вот всех орнаментов, расцветок. Я люблю всякие такие вот необычненькие расцветки. Вот. Поэтому я довольна. А еще очень приятно, что это ручная работа. Что делает ее более такой, знаете, дорогостоящей для меня. Вот. За вас. Там ничего нет, но за вас. И следующую кружку, которую я вам тоже хочу показать. Мне ее подарила подруга. Вот. Такая вот. Это мы ходили гулять. И она запомнила, что мне понравилась эта кружка. И вот она купила ее. Подарила. Красота. И еще в этом подарке были протеиновые батунчики. Но я их все съела. Да. Я не дождалась этого видео. Извините. Но, в общем, мне понравилась тоже эта кружечка. Тоже в быту ее использую. У меня вот две такие мои рабочие кружки. Это и вот это. Из нее я там и кофе пью. Из этой тоже кофе пью. Ну, в общем, по настроению. Сегодня настроение прозрачное. Пьем это. Сегодня настроение вот такое вот орнамистое. Пьем из этой. Ну, в общем, вот такие вот у меня два варианта кружек, которыми я очень довольна. И мне тоже очень приятно. Давайте с вами еще покажу. Протеиновые батончики, кстати, да, насчет их-то. Сейчас покажу тоже. В общем, подарили мне упаковку протеиновых батончиков. Тут разные вкусы. Тут есть кокос, есть шоколад, есть мороженое, арахисовая паста. И я сейчас смотрю на эту картину, и мне очень жаль, потому что их осталось очень-очень мало. Офигеть. Их осталось четыре штуки. Но это не норм. Блин. Блин. Четыре штуки осталось. Ладно, все. Теперь мы их будем хранить до следующего Нового года. Ну, ладно. Ну, в общем, очень классный подарок. Люблю я такие штуки. Их тут было 16 батончиков. Я что, съела 12 штук? Ну, я даю, конечно. Я, блин, белковая бомба. Кстати, если далеко не уходить от спорт темы... Ну, это даже не спорт тема, но давайте сюда ее всунем. Ну, в общем, мне подарили бутылку для похода в зал. Да и просто с собой брать удобно, потому что я себе покупала шейкер в Питере. И я его даже сейчас вам покажу и нажалуюсь. Вот такой вот шейкер я купила в Бонафайт. И что вы думаете? Он стал протекать как не в себя, как будто из него льется водопад. И еще вот эта штука неудобная. Я ее поэтому всегда убирала, чтобы поменьше становилась бутылка. Но, в общем, неудобный этот шейкер. Мне не понравилось. И протеин там неудобно мешать, ничего неудобно. Я расстроенная была. Но вот мне подарили бутылочку, которая такая, знаете, она вроде бы матовая, но как будто бы прорезиненная. Вот что-то два в одном. И очень удобно держать ее. Сама по себе она миниатюрненькая, но при этом вместительная по объему. Ну и, в общем, мне нравится. H2O Drink More Water. Вот так вот. Пейте воду. Больше воды. Так, следующее, что я хочу вам показать. Ой, не могу налюбоваться на этот платок. Уже сказала, что это, в общем, платок. Очень мне понравилась расцветка. Очень тепло в нем. Он сам по себе тоненький. Ну, вот на вид, да, посмотришь, скажешь, опасно так ходить на улицу зимой. Но я вот сейчас ходила в морозы минус 30, мне было тепло. Да, возможно, лоб был открыт. И, ну, это минус, понятное дело. Но ушки прикрыты. Все вот это тут закрытенько. Тепло, самое главное, макушки. Я не знала, показывать этот подарок в этой подборке или нет. Потому что, по сути, мне подруга подарила его, как бы, на день рождения. Ну, и я буду считать и на Новый год, потому что, как бы, это в Новый год произошло практически. В общем, это сумка такая вот. Я ее уже всю заносила, переносила столько раз. Она в моем стиле. Я люблю такие сумки. Вот это самый лучший вариант для меня. Также она от Levi's. Что, как бы, не может не радовать. Винтажненькая. Вот. И очень она мне понравилась тем, что она из джинсы с сочетанием коричневых таких кожаных вставочек. Ну, вообще, ну, это прелесть. Ну, ну, сколько и у меня еще какие должны слова быть, чтобы это все описать. Давайте покажу следующие подарочки. И это был набор. Там была красивая упаковка, красивая коробочка. Но я это все достала. В общем, это два таких вот средства для тела. Получается, один, первый, это гель для душа питательный. Второе, молочко для тела тоже питательное. И оно с, сейчас я вам скажу, что тут за фреш-драгонфрукт. В общем, с вот этим вот драконим глазом. Кстати, а это же знаменательно. Это же, получается, год дракона мне подарили драгонфрукт. Не знаю, был заложен такой смысл или нет. Но будем считать, что да. Очень вкусно пахнет. Я им уже пользовалась, ну, сколько, раз шесть, когда моюсь. Вот всегда использую его. И как раз мне вот эта вот мысль была перед тем, ну, перед тем, как мне подарили вот эти вот два подарочка. В этот день я такая, блин, у меня нету как-то гели для душа. Вот что-то такое хочется. Уходовое для тела. И вот мне дарят вот это вот. И там еще был, получается, бальзам для губ с ароматом, ну, я бы сказала, шоколада, но пахнет он капучино вообще. Ну, то есть не шоколад. Очень классный, хороший. Вот в зимние морозы у меня сейчас так губы стали сушиться, я в шоке. У меня никогда такого не было, чтобы настолько сильно болели, обветривались. Я не знаю, вроде не облизываю губы на морозе, но при этом очень сильно они у меня сейчас болят. И вот эта вот штука, она меня выручает. Она такая жирненькая, что хорошо защищает губы от морозов. Вот, поэтому очень хороший подарок. Я буду говорить про каждый так подарок. Очень хороший, очень хороший. Замечательный подарок. Кстати, я вам еще не показала подарок, но это такой мини-подарочек нам сделала учительница. Мне было просто приятно, так это необычно, что учителя тоже вот она подготовила нам подарочки. Каждому подарила по такому наборчику, чтобы сделать... Ну, это, наверное, не глинтвейн, но, допустим, я не знаю, чай заварить, да, или еще что-то. Ну, в общем, необычно, мне понравилось. И это еще так красиво все упаковано, вот, что приятно, что вот даже люди, с которыми вроде как бы вы... Ну, просто у вас деловые отношения, тоже дарят подарки. А я думаю, что я вам показала все подарки, которые мне подарили. По крайней мере, на данный момент подарили. Мы еще не виделись с подругой. Мы с ней еще будем обмениваться подарочками. Вот, хотя уже какое число на дворе? Уже 11 января? 11? 10? 10 еще пока что. Но все равно. Но, в общем, у нас еще на душе Новый год, вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, как вы отметили Новый год. Можете написать, что вам подарили, тоже почитаем. Посмотрим на ваши подарки. Да и просто расскажите, как прошел ваш Новый год. Будет интересно почитать. Всех жду в своем Телеграм-канале. Вот. Очень хотелось бы, чтобы вы перешли туда. Я не знаю, я не буду выпрашивать этого. Просто скажу. Можете перейти, посмотрите. Потому что там я общаюсь с вами 24 на 7. Вот. И, в общем, все. Всех люблю, уважаю. В попу никого не посылаю. Всем пока-пока.